Мы долго спорили, а не слишком ли это кликбейтный заголовок, но потом вспомнили. Когда мы начинали расследование, все факты и научные работы были однозначны. Нефть не заканчивается, и в обозримом будущем конца и не видать. Серьезных альтернатив нет и не намечается. Добывать и использовать ее удается все эффективнее и значит экономнее, что делает зависимость нашей цивилизации от нее нефти, если уж не вечной, то крайне затяжной. Минимум еще на век-два, а то и дольше. Это факты. И тут нам, команде Сайван, предлагают съездить на нефтяное месторождение. Нет, рекламировать буровые вышки, баррели, бензин или что-то такое мы не будем. Это бессмысленно. Но не потому, почему вы могли подумать. На месторождении мы увидели то, о чем невозможно догадаться, пока находишься здесь. В любом современном городе, где каждый день все живет нефтью и не может без нее. Смартфоны, транспорт, одежда, интернет. Почти все доставляется за счет сжигания топлива из нефти или делается из материалов на основе нефти. От платы, на которой держится начинка любого гаджета, до обмотки проводов и сетевых кабелей. Так вот, когда нефть буквально повсюду, сложно представить, что эра ее тотального доминирования завершается. Но именно это и происходит. Еще сложнее понять, как это возможно, если нефть на практике вовсе не заканчивается. И признаков этого нет, как и равных ей энергоносителей конкурентов. И что уж совсем не укладывается в голове, так это почему в процессе участвуют нефтяные корпорации. Вот про это получился выпуск. Кто-то из вас уже спрашивает, а при чем тут лично вы? Ну, если вы живете там, где многое держится на том, какие цены на нефть и хорошо ли она продается в мире, то стоит знать, что ждет ее. Видите эту кривую? Это потребление нефти в мире. Несмотря на небольшие отскоки, это нефтяной кризис 1973-го, это экономические 2007-2008 годов, линия упорно тянется вверх. Мир покупает все больше нефти. Это уверенный тренд вот уже больше века. Что бы ни происходило, все равно вверх. С нефтяной копилкой сегодня тоже порядок. С каждым годом растут доказанные запасы. Бери и добывай. Но это только часть картины. Вот что в то же время происходит с другими источниками энергии. Посмотрите, рост у всех. То есть их мы тоже добываем и используем все больше. Значит, дело не в нефти. Человечеству нужно все больше любой энергии. Возобновляемой, ядерной, какой угодно. И в ход идет все, что у нас есть. Такой набор разных источников топлива называется энергетический микс. Даже самые развитые страны параллельно с современными и снова модными энергиями солнца, ветра, биотопливом потребляют обычный уголь. Хотя, казалось бы, это пережиток эпохи паровых двигателей и ужинов при свечах. Пожалуйста, рай прогресса. Город-государство Сингапур. Там за последние 10 лет спрос на уголь вырос в 100 раз. А на нефть в полтора раза. Но и это не полная картина. Присмотритесь к составу глобального энергетического микса. Какое топливо, какую долю занимает в общем мировом потреблении энергии. Обратите внимание, как с годами меняются прослойки пирога. Доля у разных видов топлива. Самое интересное, то, что происходит с малиновым слоем. С нефтью. С начала 90-х годов ее доля сокращается. Получается, в реальных значениях нефти используют больше, но относительно других видов топлива ее потребляют все меньше. Этот тренд почти никто из неспециалистов не замечает. Он медленный, но верный. И развивается уже лет 30 как. Чертова магия статистики. Обожаю ее. Конечно, нефть по-прежнему критически важна для любой экономики. Но она тихо уступает позиции и занимает уже только треть всего энергетического микса глобального потребления. Хотя еще полвека назад половину всей энергии мир получал из нефти. Это были наши первые наблюдения. Их недостаточно, чтобы громко заявлять о закате эпохи топлива, который по-прежнему правит миром. Цены ни на какой другой ресурс сегодня так не определяют, летит в пропасть экономика десятков стран, в том числе России. Или так и быть. Пусть поживут немного. Поэтому мы продолжили копать дальше. Если ты не можешь извлечь из мира ничего лучшего, извлеки из него, по крайней мере, хороший обед. Герман Мелвилл. Моби Дик. Если вы смотрели фильм «Левиафан», то помните. Там роскошные виды разоренного приморского поселка и один из ключевых образов. Скелет китана отмели. Останки Левиафана. Это отсылка сразу к двум книгам. Во-первых, к Библии. Там встречается мифическое морское чудовище Левиафан. Символ непостижимости и могущества божественного замысла. Или, как мы говорим сегодня, непредсказуемости судьбы. Вторая книга так и называется. «Левиафан». Труд Томаса Гоббса. Одного из отцов-основателей политической науки. В своем трактате он именует Левиафаном государство. Потому что видит в нем сверх-надчеловеческую силу, которая, как он считал, исконно звериную природу людей усмиряет всем своим могуществом и принуждает нас жить в мире между собой. Но в Библии Левиафан – это многоголовый змей. Его потом так и рисовали на протяжении веков. У Гоббса же вообще не было никаких описаний живности. Так почему кит, а не акула, например, или осьминог? И вообще, при чем тут нефть? Была еще одна книга – «Моби Дик». Главный герой, моряк китобойного судна, единственный выживает в бою с китом, остается в море один на один со стихией и зверем и называет того Левиафаном. Вскоре после того, как вышла книга, в середине 19 века, такую же безнадёгу начинают переживать по всему миру многие города и поселения, зависимые от китобойного промысла. Тогда это был один из самых влиятельных и процветающих видов международного бизнеса. Он вдруг становится все больше не нужен и к этому совсем не готов. Надо понимать, китовый жир – это нефть 18-19 веков, надежный источник энергии и богатства. Казалось, это навсегда. А тут с ним начинает происходить что-то совсем неожиданное, неуправляемое и необратимое. Случается эдакий чудовищный Левиафан. В те времена китовый жир использовали как идеальное топливо для освещения. В отличие от других, он не коптил и не пах неприятно. Из него делали свечи, мыло, лекарства, косметику и много чего ещё. Цены на топливо росли. Китов становилось всё сложнее ловить. Их было всё меньше, а те, что выживали, держались подальше от берегов. Тогда-то профессор Силимон Вьели получил посылку из Пенсильвании, где какие-то ловцы удачи нашли большое месторождение нефти. Дилижанцам доставили несколько бутылок весьма вонючей и бесполезной жижи. Её с древности хорошо знали в общем-то везде, и в Америке, и в Европе, и в Азии. Понемногу использовали для строительства дорог, кораблей, создания горючих смесей. Но для промышленной добычи в ней, в нефти, смысла не видели нигде. Нефть не могли приспособить для ежедневной жизни. Даже как топливо для светильников она не годилась. Профессор Силимон изобретает способ, как из бесполезной нефти, получить отличное горючее. Керосин. Новое топливо в десятки раз дешевле китового жира и добывается намного проще. Для прежнего топлива номер один это был настолько очевидный приговор, что скоро журнал Vanity Fair выпустил карикатуру. Великий бал китов в честь открытия нефтяных скважин в Пенсильвании. Так нефть начала мировую экспансию. Уже через 10 лет появляются первые бензиновые двигатели. И... понеслась. Помните пирог из прошлой главы? Какая доля в производстве всей энергии у какого топлива? Когда слои настолько меняются, происходит то, что в современной науке называют энергетическим переходом. Это парадоксальное явление. С одной стороны, ведет к упадку привычных промыслов и индустрии, ведь так много строилось вокруг основного источника энергии. С другой стороны, переход всегда приводит к новым технологическим прорывам и взрывному росту. С третьей стороны, прежнее топливо никуда не исчезает. Его продолжают использовать параллельно. Это все случилось с китовым жиром. Это начинает происходить сегодня с нефтью. Еще в первой половине 20 века месторождения чаще всего открывали вот так. Из оптимизма и палок мастерили буровые вышки. И если с точкой для бурения угадывали, то стоило чуть углубиться, как бил фонтан нефти. Земля тогда ломилась от запасов легкодоступных залежей. Это породило новую золотую лихорадку. Охотились за топливом и государства, и авантюристы. В некоторых местах нефть сама прорывалась снаружи. И появлялись Черные озера. А где-то можно было встретить такие поля из газовых огоньков. Вместо выхода природного газа. Значит, тут залежи нефти. Воткни палку, забрызжет. Поэтому вопрос. А надо ли было извлекать только треть запасов на одном месторождении? Не тратить время и деньги на попытки достать оттуда больше? И просто распечатывать новое? Ну, конечно же. В те-то тучные годы. Но потом происходит примерно то же, что и с китами. Поднимать сырье становится все сложнее. На суше приходится бурить глубже. Разведывать уже в море и дальних, и труднодоступных регионах на материке. Где раньше и в голову не могло прийти искать нефть. Открывает по миру все меньше и меньше новых залежей. Последний раз так мало новых запасов находились 70 лет назад. И падение темпов разведки сегодня продолжается. Проблема в том, что месторождение нефти – это не то, что многие привыкли видеть на картинках и представлять себе. Это вовсе не подземные пещеры, заполненные как бочки с топливом, попал насосом и качай. Это просто популярный миф. На самом деле никто и никогда не видел ни одного месторождения нефти своими глазами. Зали же в сотнях и тысячах метрах под землей. И это не пещеры. Обычно это пористые, как губки, слои грунта, которых рассея на смесь нефти, газа и воды. Перед тем, как решить, в какой точке на поверхности начать бурить, нужно спрогнозировать, а сколько тут сырья удастся извлечь за разумные деньги. Цена ошибки неверно выбранного места для скважины – миллионы долларов. А только на одном месторождении, как правило, десятки, а то и сотни скважин. Но бывает и так, что находят много нефти. Знают, где она, но не добывают. Потому что настолько сложно, что больше потратишь, чем заработаешь, пока не появятся оптимальные технологии. Вы знали, что в недрах Канады запасов черного золота почти столько же, сколько в Саудовской Аравии? Вот только почти все богатства в виде битумнозных песков. Черные, пахнущие битумом глыбы, из которых надо еще хоть что-то выжить. Совсем недавно извлекать оттуда нефть по разумной цене было невозможно. Теперь научились. Но пока получается не так уж много сырья, чтобы всерьез конкурировать с традиционными месторождениями. Словом, времена легкодоступной нефти прошли. И светлое нефтяное будущее ждет только тех, кто сегодня вкладывается в оптимизацию и новые технологии. Кто бы мог подумать, что какая-то нефтяная компания, у которой вроде бы все и так хорошо, будет думать на десятки лет вперед и тратить столько ресурсов, чтобы приготовиться к следующему, возможно, самому болезненному для человечества, энергетическому переходу. Вот бы так делались страны, чья экономика с потрохами зависит от нефти. Обо всем этом можно было бы узнать и в Москве, а ролик записать в теплой, уютной студии. Но зачем, если можно протрястись в дороге только в одну сторону больше суток, пролететь и проехать пару тысяч километров и с плюс пяти попасть в минус тридцать где-то под Сургутом и увидеть своими глазами, как добывать нефть, а заодно узнать, станет ли надвигающийся на индустрию энергетический переход апокалипсисом для нефтяников. Это Западная Сибирь. Здесь одни из самых старых нефтяных промыслов в России. На многих месторождениях пик добычи давно пройден. Сырья выкачивает все меньше. Это угасание может тянуться еще пару десятилетий. По современным стандартам, добыча продолжается пока в жиже и скважины, ее называют флювидом, есть хотя бы несколько процентов нефти. Остальное, как правило, уже вода. В грунте она занимает постоянно место нефти. Падение добычи переживала и Солымская группа месторождений. Максимума достигли в 2011-м. Затем, как полагается, неизбежный спад. Но потом, посмотрите, что происходит. Кривая сгибается. Падение тормозится, и добыча вдруг снова растет. И это неудача. Умное месторождение. Чтобы понять, что это такое, необходимо приехать на один из кустов. На верхней Солымской группе месторождений их 72 штуки. А на каждом много скважин. Как видите, скважины есть. А людей вокруг никого. Все потому, что эти скважины умные. Они управляются дистанционно. Помните, я говорил, что никто и никогда не видел месторождение своими глазами? Если вы запустите руки в непрозрачную коробку и начнете на ощупь угадывать, что же там вам туда подложили, даже тогда, по сравнению с нефтяниками, вы супермен, который видит сквозь стены. Все самое важное на месторождении всегда происходит в сотнях и тысячах метров под землей. Поэтому у нефтяников только два союзника. Данные с приборов и математика. Но есть проблема. Добыча нефти в наше время это уже не просто погрузил насос в скважину и качай. Чтобы выдавливать нефть из той самой губки пласта через соседние скважины, под давлением подают воду. Поэтому они и называются нагнетательными. Получается, что вы не просто не видите, что в той черной коробке. Так там еще все постоянно меняется. И вам нужно в этих условиях принимать только правильное решение. Например, сколько и куда подавать воды, чтобы выжать максимум нефти. А еще за бой скважины горячо, высокое давление, грунт подвижен. Всегда может пойти что-то не так. Надо все время следить. Для этого и стоят манометры и другие приборы. И что происходит дальше, если вы обычный нефтяник? Оператор обходит скважины, записывает показания. Потом данные обобщают, анализируют и строят или уточняют модели месторождения. Получается вот это. Если предположить, что реальность – это звук, а видеоряд – это ваше представление о происходящем в скважине, то ваши представления сильно отстают от реальности, как бы вы ни спешили. Все уже случилось, а ты потом только начинаешь об этом догадываться. Потому что ты всегда имеешь дело с устаревшей и весьма приблизительной картиной реальности. Неудивительно, что успехом с таким подходом считается, если ты добудешь хотя бы одну треть нефти месторождения. И ничего, что две трети останутся. Такова воля судьбы. Непредсказуемый левиафан, против которого не пойдешь. На Салыми подход другой. И для России, где тем более нет легкодоступной нефти, это исключение. Вместе с нефтью тут добывают большие данные. Десятки петабайт. Для сравнения, за год работы большого адронного коллайдера, ученые собирают несколько петабайт информации. Каждая скважина здесь нашпигована датчиками. Непрерывно они передают данные на поверхность о том, что происходит в глубине. Температура, давление, приток добываемой жидкости, даже ее уровень в затрудном пространстве. Для этого на умные скважины ставят заодно эхолоты. Датчики есть и в нагнетательных скважинах. Весь этот огромный поток данных мгновенно под лаконной сети поступает в центр управления, где в простом и понятном формате данные видит оператор. Мы находимся в центре управления месторождением. Сотрудник его называет Control Room. А вообще все это похоже на центр управления полетами. Вот сюда приходят в реальном времени данные со всех добывающих скважин. Их более восьми сотен. И с каждой считывается порядка тридцати параметров, которыми, кстати говоря, дистанционно можно вот просто нажав несколько кнопок управлять. Например, можно экстренно остановить добычу или поменять какие-то гораздо более тонкие параметры. Отсюда, из центра, сигнал идет в обратную сторону. К задвижкам, вентилям и самое главное, к насосам. Используя геологические модели нефтяносных пластов и дистанционное управление, здесь подбирают оптимальный режим работы скважин так, чтобы объем добычи как минимум не снижался. На этом большое путешествие больших нефтяных данных не заканчивается. Они отправляются в головной офис компании. В Москву. Тут с данными работают геологи и аналитики. Причем тоже в реальном времени. Функционал системы SmartField позволяет управлять процессом добычи, не снимая галстука за тысячи километров от месторождения. Полученную, добытую буквально из-под земли информацию тщательно сохраняют, чтобы затем была возможность использовать ее заново, например, при создании новых моделей или обучения нейросетей. И все это умное месторождение. Полученную, добытую буквально из-под земли информацию сохраняют в дата-центре, чтобы затем была возможность использовать ее заново, например, при создании новых моделей или обучения нейросетей. И все это умное месторождение. Больше не надо действовать на ощупь, принимать решения в надежде, что расчеты и модели были верны, и удача с вами. Одна из самых архаичных индустрий – добыча ископаемых может, если хочет, быть умной. Даже когда все вроде бы хорошо, готовиться к будущему надо уже сегодня, с помощью новых технологий, а не ждать судьбы, словно китобой, волей непостижимого Левиафана, в надежде, что все само как-то решится. Нет, само собой, не решится. В работе над этим выпуском мы много общались с геологами, инженерами, аналитиками и менеджерами «Шелл» и «Газпромнефти». И каждый раз меня удивлял горизонт их видения. На все, что они делают, они смотрят через перспективу ближайших даже не лет, а десятилетий. Поэтому, когда они говорят о сценариях развития мировой энергетики к 2070 году, это не выглядит ни смешно, ни наивно. Это поражает. Неужели так на самом деле можно? Например, у «Шелл» есть сценарий под названием «Небо». Он предполагает, не планирует или предсказывает, а именно предполагает, что будет, если странам удастся достичь цели знаменитого Парижского соглашения. То есть сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и, наконец, начать сдерживать глобальное потепление. И вот как звучит сценарий «Небо». 2070 год. Мировая энергетика в два раза превышает сегодняшнюю. При этом энергоэффективность выросла в три раза. Достигнуты технологические прорывы в области аккумуляторных батарей, связывания и хранения углерода, а также передовых видов биотоплива. В мире построено 10 тысяч крупных установок связывания и хранения углерода. Сравните это с сегодняшним планом открыть чуть менее 50 таких установок к 2020 году. Большинство промышленных процессов уже достигли технологических пределов эффективности. Полностью остановлена вырубка лесов. Водород к 2070 году стал важным энергоносителем и занимает около 6% в структуре энергетики. Для хранения и транспортировки водорода используют элементы старой нефтегазовой инфраструктуры. Мир потребляет почти в пять раз больше электроэнергии, чем сегодня. Более половины этой электроэнергии производится на солнечных электростанциях. Значительная ее часть обеспечивают ветровые и атомные электростанции. Все легковые автомобили работают на электричестве. Для грузового автотранспорта используется биотопливо, водород и линии электропередач. Вот оно, будущее, где нефть больше не главное. Но в Shell скептически добавляют. Это не означает, что человечество откажется от нефти и газа. В случае самой глубокой трансформации по сценарию «Небо» миру в 2070-м все равно потребуется около половины от сегодняшнего объема ископаемого топлива. В других сценариях этот показатель будет еще выше. Только все равно это уже будет не эпоха нефти. Мир станет совсем другим. Хотел бы я на него посмотреть. Я Иван Узавы. Это Сайван. Подписывайтесь. У нас будет много нового и интересного. И вот наше новое любимое пожелание. Имейте мужество использовать свой разум. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова